Это Юля Макиенко, исключительная женщина и исключительный кулинар. Она легко исключает из рецепта блюда любой ингредиент, если он кому-то не нравится или кажется вредным. Например, многие не любят глютен. Юля запросто исключит его без потери вкуса. Да и если вы только глютен. Я обожаю эксперименты. Менять что-то в рецепте, добавлять новые продукты или наоборот исключать. Сегодня я буду готовить безглютеновый торт с голубикой. Как уже понятно из названия, я уберу глютен из состава, заменю его на более полезный и вкусный аналог и добавлю легкую кислинку в виде голубики. Начну приготовление торта с интересного ингредиента сразу же, со свеклы. Мне понадобится совсем немного, но цвет и вкус она все-таки даст. Натираю сейчас свеклу на крупной терке. Все, я думаю, я даже остановлюсь на этом количестве. Мне достаточно. Вот такое количество свеклы у меня получилось. Небольшое, но очень значимое, между прочим. Сейчас переложу все в отдельную емкость. Если у вас очень сочная свекла, вдруг вот так получилось и попалась сочная свекла, то ничего страшного, берите марлю и просто немного отожмите. Дайте ей полежать, а соку немного стечь. Все, свеклу отставляю в сторону. Здесь у меня была свекла, не хочу дальше продолжать в такой обстановке, поэтому протру немного рабочую поверхность. И начну работать с сыром тофу. Сыр тофу также будет в основе торта. Мне понадобится вот такой вот небольшой кусочек. Буквально здесь 170-180 грамм. Я режу тофу не крупно, не мелко, средним куском. Вот таким кубиком. А все почему? Потому что в итоге я все равно буду его перемалывать в блендере. Тофу выбирайте, какой нравится, какой найдете в магазине. Этот сыр трудно испортить, поэтому практически у всех производителей он одинаковый. Так, легким движением руки тофу у меня готов. Теперь могу все складывать в чашу для блендера. И уже начинать придавать тесту более законченный вид. Свеклу. Вот так. И фруктоза или стевия, любой сахарозаменитель, который вы найдете дома, можно также кинуть сахар, либо тростниковый, либо мед. Все, что нравится, любой подсластитель, но нужно все-таки, чтобы он был. И, кстати, про фруктозу, она намного слаще сахара, поэтому контролируйте количество и не переборщите. Сюда же я отправлю яйца. Мне понадобится два яйца. И сейчас как раз можно добавить легкий ароматизатор, который у меня есть. У меня, например, есть вот сегодня у меня будет аромат ванили у моего торта. И добавляю буквально пару капель ванили. Смесь у меня готова. Сейчас я начинаю как раз ее взбивать. Позже добавлю сухие ингредиенты, и будет готовое тесто. Все, красота. Свекольная яркая смесь у меня готова. И сейчас приступаю к сухим ингредиентам. Тут все очень просто. В одну емкость смешиваю все сухие ингредиенты. У меня сегодня есть рисовая мука и вот такие классные гречишные отруби. Добавляю две такие большие с горкой столовые ложки рисовой муки. И добавляю тоже две, можно чуть-чуть побольше, гречишных отрубей. Перемешиваю. Сюда в эту смесь добавлю буквально щепотку соли. Для чего я это делаю? Для того, чтобы контрастность вот этого вкуса была более яркой и заметной. Так, сюда же я добавляю кокосовую стружку. Можно добавить кокосовые чипсы, можно вообще не добавлять ничего кокосового. Но я вам скажу точно, что в сочетании с свеклой это будет изумительно. Не жалейте кокоса. Две столовые ложки. Будет нормально. Перемешиваю. Вот такая у меня смесь яркая получилась. Сейчас я в эту смесь добавлю жидкие ингредиенты, которые я уже взбила заранее. Здесь у меня яйца, свекла. Все добавляю. Если я вдруг замечу, что тесто у меня получается либо очень жидкое, либо очень густое, то можно, разумеется, это все скорректировать, добавить либо больше муки, либо больше яиц. Или можно просто воды немного капнуть, и получится нужная консистенция. Мне кажется, что консистенция теста слегка плотновата, поэтому возьму оливковое масло и столовую ложку вот так вот сюда добавлю. Кашу маслом не испортишь. Тесто можно испортить, но в разумных количествах все будет нормально. Тесто у меня готово. Сейчас буду перекладывать форму. Она у меня будет такая небольшая, но очень удобная. Силиконовая форма – это вообще здорово. Можно будет очень легко вынуть пирог, торт, что угодно, что у вас готовится в силиконовой форме. Сразу говорю, что этот корж не должен быть объемным. Все почему? Потому что у меня здесь отруби, мука, и они как раз дают вот эту вот плотность. Ровно, очень ровно стараюсь выкладывать все по форме. Можно сделать это при помощи рук, можно сделать лопаткой, можно просто ложкой. Вот, все, готово. Я сейчас отправлю в духовку где-то на 180 градусов, минут на 15. Чтобы работать дальше, мне нужно немного прибраться. И пока, чтобы вы не скучали, вот для вас загадка. Какой из этих супов не является французским? Вишесуаз, минестроне, буабес и биск. Выбирайте правильный ответ. Сегодня я готовлю безглютеновый торт с голубикой. Пока я тут прибиралась, вы отвечали на мой вопрос. Про супы, все-таки какой из этих супов не является французским? Вишесуаз, минестроне, буабес и биск. И правильным ответом у нас является минестроне. Разумеется, потому что это итальянский суп. Начну сейчас с приготовления соуса восхитительного к своему пирогу, который печется, к торту. И для этого мне понадобится белый шоколад. Белый шоколад на фруктозе. Если вы найдете такой у себя в магазине, будет очень здорово, потому что шоколад на фруктозе – это классное лакомство для тех, кто избавляется от сахара в своем рационе. Если не найдете, то просто минимализируйте количество шоколада в креме, который вы готовите. И добавьте больше греческого йогурта, например. И сахара подсластителя, фруктозы или что-нибудь еще. Вот у меня создалась здесь паровая баня. Я поломаю его, пока и положу, потому что шоколад плавится очень быстро, особенно белый. Пока он растапливается, на водяной бане с ним ничего страшного не случится. Я приступлю к части с йогуртом и с голубикой. Просто смешаю их вместе до однородной массы. Йогурт я беру не очень жирный, здесь приблизительно 2%. Он без сахара, без всего. Обычный классический йогурт. И теперь голубика. Вот такая вот она, свежая, красивая голубика. Я люблю, когда она прям целиком. То есть прям целыми такими вот ягодками. Кто-то хочет порезать, пожалуйста, режьте. Если вдруг голубики нет, можно добавить малину или клубнику, или облепиху некоторые даже добавляют. Я люблю голубику. Она у меня есть, мне повезло, поэтому сегодня буду готовить с ней. За основу для крема можно взять и творог мягкий, например. Также можно взять крем-чиз или просто обычный йогурт с какими-нибудь даже добавками. Просто это придаст вкус крему. Может, вам это и нужно, так что, пожалуйста, выбирайте все на ваш вкус и цвет. Так, а тем временем я смотрю на шоколад. Нужно его не проворонить, потому что нет ничего хуже, чем испорченный шоколад. Нужно аккуратно, очень нежно эту массу расплавлять. Почему я этого не делаю на открытом огне, просто в кастрюле? Все очень просто. Шоколад имеет удивительную особенность пригорать и сгорать. Это очень капризный продукт, который требует к себе очень трепетного отношения. Если у вас какая-то нелюбовь к белому шоколаду, пожалуйста, можно добавить горький шоколад. Он будет красивой такой шоколадной прослойкой на вашем пироге или торте. Все, шоколад у меня готов. Его можно снимать и аккуратно вводить в крем. Вот так все перемешиваю. Главное очень быстро это сделать, чтобы шоколад не успел застыть, потому что йогурт у меня все-таки прохладный. Не переживайте, что крем сейчас кажется жидким. Шоколад сделает свое дело, все-таки затвердеет и сделает крем более густым. Вот даже сейчас у меня уже крем начинает приобретать нужный ему вид. Сейчас я проверю корж, который у меня стоит в духовке и уже буду, наверное, собирать свой торт. Корж у меня готов. Осталось только соединить его с кремом и украсить. Крем загустел. Корж остыл. В общем, все звезды сошлись. Выкладываю. Будет такой домашний тортик, как вот в детстве все ели. Знаете, мама быстро готовила. Но мама готовила с глютеном, а мы без. Вот так вот выкладываю все, что у меня тут с белым шоколадом. Ну, красота просто страшная сила. Все. Мне нравится эта легкая небрежность. Все, как я люблю. И сейчас миндальные лепестки. Если вдруг получилось так, что миндальные лепестки отсутствуют у вас, ничего страшного. Просто делайте без миндальных лепестков. Заменить их можно любой крошкой шоколадной, да чем угодно. Все, что есть, различные сахарные шарики, такого добра обычно дома навалом. Вот такой тонкий безглютеновый тортик у меня получился. Я добавлю еще немного малины. Вот так вот, в уголок просто. Чтобы была. Все. Финальная третья малина. Прекрасный, замечательный, безглютеновый торт с голубикой. Такой тонкий, легкий, как ваша фигура после того, как вы приготовите себе такой торт. Теперь самая вкусная часть. Буду пробовать то, что я напекла. Так, режется мягко на самом деле. Как, в принципе, любой торт и режется. Так. Он такой маленький, аккуратненький. Поехали. Пока мне все нравится. Выглядит он отлично. Такой тонкий, элегантный торт. Ваше здоровье. Корж на самом деле классный. Я здесь чувствую свеклу и отруби. И это абсолютно не что-то такое, знаете, грубое. Это очень мягкая консистенция. Очень приятная и сбалансированная история. В общем, мне все нравится. Девочки, берите на вооружение, готовьте своим мужчинам-защитникам такой торт. И главное, что я хочу вам сказать, не бойтесь изобретать что-то новое, заменять, дополнять рецепты и готовьте смелее. У вас обязательно все получится. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!